Программа визита главы государства в Санкт-Петербург Речь шла о компаниях КАМАЗ и ТАТНЕФТЬ, руководители которых также присутствовали на этой встрече. Отмечу, по итогам 2021 года взаимный товароборот с Татарстаном достиг почти 500 миллионов долларов. Вторая двусторонняя встреча главы государства состоялась с главой Башкортостана. Касум Жумар Тукаев и Радий Хабиров также обсудили совместные проекты в торговле, промышленности и культурно-гуманитарной сфере. Тукаев отметил, что Башкортостан традиционно вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного сотрудничества Казахстана и России. Создать единого оператора по строительству систем водоснабжения предложил спикер-мажлиса Ерлан Кушанов. По словам Кушанова, сейчас в стране нет полноценного государственного водного кадастра. Все это затрудняет проведение мониторинга состояния водных ресурсов и водообеспеченности. Поэтому депутатам надо заняться разработкой нового водного кодекса. В ближайшее время, сказал Кушанов, отметил, что дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических километров в год. А тем временем больше полумиллиона казахстанцев остаются без качественной питьевой воды. Это почти 1600 сел. Эксперты считают, что через 20 лет потребление воды в Казахстане вырастет еще на 46%. Житель Уральска осудил моральную компенсацию Акимата Западно-Казахстанской области. Правда, с ответчиков взыскали только 100 тысяч. Это в 5 раз меньше, чем требовал заявитель. Причиной иска послужил несвоевременный ответ Акимата региона на обращение жителя города, который жаловался на работу медиков. Это первый такой опыт в судебной практике данного региона. Как установлено в судебном заседании, причиной обращения Н явилось недовольство работы городской поликлиники номер 3. В связи с этим он обратился с жалобой на имя Акима области, на которую ответ был не получен. Решением административного суда по ЗКО от 17 марта 2022 года бездействия Акима области по непредставлению ответа на обращение Н признаны незаконными, что послужило основанием для обращения в суд номер 2 города Уральска о взыскании компенсации морального вреда. На северо-востоке Испании горит 500 гектаров леса. Пламя тушат более 300 сотрудников пожарной службы. Привлечена пожарная техника, вертолеты. Ликвидацию огня затрудняет холмистая местность. Основная версия – возгорание, аномально жаркая погода. Напомню, за последнее время в Испании произошла серия крупных пожаров. Эксперты связывают это с изменением климата. Сразу в нескольких регионах Индии вспыхнули протесты из-за новой системы призыва в армию. В штате Бихар демонстранты заблокировали дороги, подожгли вагоны на железнодорожной станции. Акции прошли также в штатах Матхиапрадеш и Раджастан. Недовольные граждане забросали камнями полицейских, пытались штурмовать административные здания. Протестующие недовольны тем, что новобранцы в индийской армии смогут получить контракт только на 4 года. До этого рядовые военные заключали контракт сразу на 17 лет. Это гарантировало социальные выплаты после окончания службы. В нашей стране до окончания весеннего призыва остаются две недели, но не во всех регионах удалось собрать новобранцев. В Казларде, например, план выполнили только наполовину. Из 255 молодых людей в армейские ряды зачислили только 139 человек. Парням от 18 до 27 лет всем на мобильные телефоны отправляются смс-ки о повестке военкомат. Однако многие игнорируют эти сообщения. И полицейские, военные, прокуроры приезжают прямо домой, либо в учебные заведения, на работу, к тем, кто не рвется в армию. И проводят там разъяснительные беседы с призывниками о том, что служить важно, о том, что это ответственность, которая может последовать за неявку в указанный срок без уважительной причины. И штраф, штраф этой ответственности 1000 МРП, либо лишение свободы на срок до одного года. В Казахстане ужесточают наказание за незаконную ловлю рыбы. Теперь браконьерам грозит штраф до 50 МРП. Это в два раза больше, чем раньше, а за повторное нарушение уже административный арест. Поправки инициировали специалисты Минэкологии, которые считали действующее наказание слишком мягким. В этом году к ответственности привлекли еще 640 человек. Их оштрафовали почти на 8,5 миллионов тенге. Об этом заявил зампредседателя Комитета по рыбному хозяйству, подводя итоги двухмесячной акции Бекре. По словам Аяна Бахьянова, нарушителей становится, кстати, меньше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...